Да, и вот какая специфика работы в таких вот заведениях, как детский садик, когда это есть бюджет, когда тут понятие акты, проекты и, скажем, освоение бюджета, то главное, чтобы была картинка, какая она должна быть там супер качественная. Это лучше, чем кто-то будет рисовать, и сами понимаете, никто на такие объекты не допустит художников, не даст какие-то большие бюджеты, как для росписи стен. Это должно быть все системно, быстро, ну и бюджетно, экономно. Настенный принтер это как раз тот вариант, когда это можно, этот проект реализовать. Но все мечтают, все хотят, ну как зайти в такие вот проекты, скажем так. В Украине это непростая задачка. Я не знаю, как в других странах, везде это тендера, это какие-то свои люди. И вот купив принтер и типа зайти на садик, сперва зайдите на садик, а потом можно покупать принтер. То есть сначала запрос рынка, да, как бы что делать, а потом уже сам принтер. Но, как правило, люди все, увидев ролики, увидев, скажем так, сам принцип работы этого принтера и бизнеса, мечтают купить, а потом искать заказы. Ни хрена не будет, ну тупо не будет. Вот, советую протестить, это вам бесплатная консультация. Кстати, мы даем платные такие очень узконаправленные консультации по поводу выбора принтера, настройки от А до Я, скажем так, от идеи возникновения этого бизнеса и до, как бы, монетизации. То есть сколько можно заработать за год, за два, за три. Вот, как бы, вы можете посчитать, но мы никаких цифр не даем. То есть все исходя из ваших возможностей, да, потому что я могу вложить там 50 тысяч евро в немецкий принтер. И я понимаю, как его отобью. У вас, например, 5 тысяч долларов китайский, и вы хотите миллион заработать. Ну, как бы, не бывает такого. Да, мечтать можете, пробовать ошибаться, это будет ваша стоимость, цена опыта, да, цена ошибки. Это тоже нормально, вот. Но у кого-то, кто-то берет кредиты под это, это вообще, это жесть, честно говоря. Это все равно, что продать свою почку, какой-то орган, вот. Ну, вернуть вы его не вернете, потому что это безрассудный поступок. Покупка принтера в кредит под какие-то воздушные проекты, какие-то розовые замки.